Глава города провела встречу с председателями Совета многоквартирных домов, расположенных по улице Лермонтово. К таким домам относятся дома под номерами 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Во встрече приняли участие сотрудники администрации, курирующие сферы ЖКХ, представители муниципального предприятия по ЖРТ и представители собственников домов. Вопросы, ваши как собственников, становятся ключевыми при решении вопросов в нашем городе, сказала глава города, начиная встречу с председателями домов. Вопросы управления многоквартирными домами, проведения капитальных ремонтов, переселения, регулирования тарифной политики, просто содержание наших многоквартирных домов в чистоте и порядке – это наиболее актуальные, волнующие вопросы наших жителей. А вопросов, как к главе города, так и к управляющим компаниям, присутствующим на встрече, было немало. Одним из них был вопрос о возможности помощи администрации города, управляющей муниципальной компанией ПЖРТ по содержанию домов на улице Лермонтово. Отметим, что на территории городского округа разработана и утверждена муниципальная программа развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Возбестовском городском округе до 2024 года. Программой предусмотрены бюджетные средства на развитие и модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов размещения отходов в Возбестовском городском округе и по другим позициям. Предоставление субсидий муниципальной управляющей компании ПЖРТ на осуществление уставной деятельности по управлению, содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов не предусмотрено местным бюджетом. Такие субсидии из местного бюджета предоставляются ПЖРТ на содержание муниципального имущества, социального жилого дома «Ветеран» и общежития. Кроме этого, достаточно сложный момент, и каждый год мы его стараемся приземлить, у нас есть возможность субсидирования еще одного объекта, это общежитие. Но в отличие от дома «Ветеран», количество комнат, как муниципальное жилье, это наш маневренный фонд, оно не столь большое в соотношении с частной собственностью. И мы бы хотели даже дать и больше, но закон бюджетный кодекс нас ограничивает. Каждый должен внести и бюджет копейку, и, соответственно, собственника. Здесь мы видим, что нам бы хотелось, чтобы были современные у них туалеты, душевые, но без участия собственника сегодня это фактически невозможно. А если есть еще и долги, то мы понимаем, что это утягивает даже все наши возможности, утягивает в никуда. Мы даем на содержание, но на полусодержание в итоге эффекта нет. Вот это вот две субсидии, на которые претендует ПЖРТ. Были вопросы и как признать дом аварийным. Что для этого надо сделать? Аварийным могут признать только тот дом, общее состояние которого опасно для дальнейшего нахождения людей. Наблюдается износ больше половины конструкции. Подобный статус присваивает межведомственная комиссия, работающая на территории Азбестовского городского округа. На территории городского округа действует муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2028 годах. В настоящее время программа включает 25 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Следует отметить, 11 домов по улице Лермонтова переданы в управление ПЖРТ от управляющей компании «Коммунальник» с 1 февраля 2022 года. И нерешенных вопросов накопилось очень много. «Коммунальник» эти вопросы не решал. Он просто скинул с себя дома 50-х годов постройки прошлого века. Были и другие вопросы к руководству ПЖРТ. «Ответственность по содержанию домов существует в отношении всех нас», сказала Наталья Тихонова. «Есть ответственность по времени содержания и своевременности оплаты у собственников жилья. Есть ответственность у управляющих организаций в части выстраивания механизмов качественного управления многоквартирным домом. Я думаю, мы сегодня об этом будем говорить. И безусловно, мы это не отрицаем. Есть ответственность и у местной власти». Глава города объяснила, как сегодня работают управляющие компании, на основании каких документов и законов. «Управляющая организация работает строго в соответствии с документами, как юридического лица. Работает в соответствии с разрешениями или лицензией на осуществление управления домами. Для каждой управляющей организации задача номер один – это иметь все необходимые ресурсы. Кадровые, финансовые, информационные и организационные. Во многом от решения управляющей организации взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями зависит качество оказываемой услуги». На встрече рассматривался один из самых важных вопросов. Это вопрос, связанный с муниципальным жилищным контролем. «На протяжении последних пяти лет, а точнее даже последнего года, общественное мнение услышано в части подготовки нормативно-правовой базы на муниципальном уровне. Сегодня у нас есть это положение, у нас есть общественный совет, который критикует, но, наверное, это очень важно, чтобы критика была конструктивной, мы обращаем на это внимание». Целью муниципального жилищного контроля является выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами в области жилищных отношений. Согласно положению, муниципальный жилищный контроль на территории Азбестовского городского округа осуществляется администрацией города и уполномоченными ею органами и должностными лицами в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Азбеста. О муниципальном жилищном контроле говорила и председатель Совета этих 11 домов Светлана Гончарова. «Наша встреча необходима нам всем, и администрации города, и нашим многоквартирным домам, и управляющим компаниям, не только присутствующим здесь, но и, в принципе, всем управляющим компаниям нашего города. Почему? Потому что всем нам, сообществу граждан, жителей города Азбеста, нужно прийти к единому пониманию, принятию и попытаться найти все точки взаимоотношений, взаимодействия по реализации нормативного документа города. С 1 января этого года вступила в силу положение о муниципальном жилищном контроле, о котором мы, простые жители города Ригаве, но, может быть, и не знали в силу некоторой информационной некомпетентности. Управляющие компании на этот документ, я не думаю, что обратили столь пристальное внимание, а у администрации города только-только начался процесс реализации этого документа. И вот именно в такой интересный переходный период наши дома, 11 домов по улице Лермонтова, перешли из одной управляющей компании к другой. По итогам встречи было принято решение о создании рабочей группы по разработке механизмов реализации положения о муниципальном жилищном контроле на территории Азбестовского городского округа. По состоянию на 1 января 2022 года жилищный фонд Азбестовского городского округа состоит из 657 многоквартирных домов. Из них 108 домов исключены из региональной программы капитального ремонта в связи со значительной степенью износа. 25 домов признаны в установленном законном порядке аварийными и подлежат сносу. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.